Сегодня не вышел на митинг, завтра не выйдешь на пенсию. Под таким лозунгом прошла минувшая неделя в регионе. Пятница, суббота, воскресенье. Эти дни стали по-настоящему протестами. Против повышения пенсионного возраста на улице своих городов вышли жители Кенишма, Вичуги, Шуи, Приволжска, Пучижа и многих других муниципалитетов. В Иванове прошло сразу несколько акций, в том числе и за проведение реформы. В воскресенье у мемориала «Красная талка» собрались десятки ивановцев, которые инициативу правительства не поддерживают. Юридическую заявку на массовое мероприятие согласовали КПРФ. К коммунистам присоединили «Справедливые россы», инициативная группа и прочие объединения, чье мнение идет вразрез с позиций «Единой России». Все, кто хотели, смогли высказаться с трибуны. Мы решили дать слово непубличным ивановцам. Мнение без политической окраски. Голос народа, который хочет, чтобы его услышали. Мне пять лет ничего. Ничего добавили. Просто так. У них же денег навалом, как у дурака-махорки. Они взяли народ, стапливают в грязь. Что другого-то? И в пять лет, а супруге восемь. Когда мне внуков воспитывать? Когда я буду горбать на работе? Я уже работаю 35 лет, мне еще до пенсии три года. И я уже вот наработалась до сута. Потому что кто-то молотком машет, а кто-то сидит с ручкой. Конечно, она может присидеть с ручкой. Как вот Матвиенко. Ей очень хорошо там сидеть наверху. У нее хорошая пенсия, хорошая зарплата полмиллиона. А у нас копейки. Двенадцать-пятнадцать тысяч. И чего? Было бы еще где работать, то и вопросов не было. А работать? Где? Да повысить на два рубля, так это что за пенсия, за повышение? Кусок хлеба и тот не куплю. Мы раньше работали, я проработала 41 год. И все говорю, ну теперь я на хлеб и на воду заработала. А теперь уже ни на хлеб и ни на воду не хватает. Это ЖКХ одно все съедает. Платить столько, дорого, очень. Представляют те, которые, значит, имеют миллион, сидят в доме, они под себя-то делают. А им на нас наплевать. Там, например, они из государственных домов, получаете меньше 30 тысяч заработать. Так вы лодыри. Они не знают, как мы живем. Они даже не интересуются. Поэтому, как говорится, нам надо в единстве быть. Нарушается статья 55 Конституции Российской Федерации. Она ущемляет права всех граждан. Нужен общенародный референдум. О необходимости референдума, кстати, высказывались многие. Следующий протест на акции запланирован на 12 августа. В мэрию поданы заявки на проведение демонстрации. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.